Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале CBC в студии Телегусейн Задей. В начале коротко о главном. В Бакинском экспоцентре сегодня состоялась церемония открытия выставок Caspian Oil & Gas и Caspian Power, в которой принял участие президент Азербайджан Эйфам Алиев. Мероприятие проходит в рамках Бакинской энергетической недели, которая традиционно служит площадкой для обсуждения актуальных задач в отрасли. Мониторинговая миссия Евросоюза, обосновавшаяся на границе Армении с Азербайджаном, на самом деле занимается сбором разведданных против Москвы, Тегерана и Баку, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин. Президент США Джо Байден воодушевлен повышенным вниманием и приверженностью Баку к экологической чистой энергетике и борьбе с выбросами метана. Он считает КОП-29 в Азербайджане, против которого выступают армянские и американские фенгрессмены, уникальной возможностью для продвижения глобальных инициатив. Евросоюзу стоит задуматься о лишении Венгрии права Веты из-за ее позиции по Украине, заявила министр иностранных дел Бельгия. После начала войны между Россией и Украиной Будапешт неоднократно отказывался от помощи Киеву, либо замедлял этот процесс. Президент Южной Кореи одобрил предложение, призывающее к полной деактивации межкорейского пакта о снижении военной напряженности от 2018 года. Это решение стало ответом на провокации Северной Кореи на возгранице. Сегодня в Азербайджане стартовала Бакинская энергетическая неделя, одной из самых престижных и ожидаемых экономических событий. Президент Азербайджана Ильхам Али выступил на открытии 29-й международной выставки нефти «Газ Каспия» и 12-й Каспийской международной выставки «Энергетика и зеленая энергия». В столицу Азербайджана помимо официальных лиц съехались представители свыше 300 компаний из 30 стран. Ну, подробнее об этих мероприятиях расскажет моя коллега Медина Гурбанова. Медина, добрый вечер. Я передаю тебе слово. Добрый вечер, Терли. Действительно, сегодня в рамках Бакинской энергетической недели обсуждаются важные вопросы энергетического сектора региона. Ну, а подробнее в экономическом выпуске. Азербайджан, стремясь к разностороннему развитию своей энергетической политики, активно инвестирует не только в нефть и газ, но и в зеленую энергетику. Под руководством президента Ильхама Алиева страна реализует проекты как в нефтегазовой отрасли, так и в сфере зеленой энергетики. Этим вопросом посвящена открывшаяся сегодня в столице Азербайджана 29-я международная выставка нефти и газ Каспия и 12-я Каспийская международная выставка энергетика и зеленая энергия Каспиан Пауэр, которая проходит в рамках Бакинской энергетической недели. Ну, а к заявлениям президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках Бакинской энергетической недели мы еще вернемся. А пока продолжаем. Сотрудничество в сфере энергетики между Баку и Анкарой имеет широкую повестку дня. Об этом было заявлено в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром. Стороны подчеркнули, что взаимодействие двух стран охватывает такие сферы, как природный газ, нефть, возобновляемые виды энергии, а также успешную совместную деятельность энергетических компаний двух стран. Глава Азербайджанского государства также принял министра промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов Султана Бен Ахмеда Аль Джабера. Министры Турции и Объединенных Арабских Эмиратов прибыли в столицу Азербайджана для участия в Бакинской энергетической неделе. Ну, а в рамках открытия Бакинской энергонедели состоялась закладка фундамента трех электростанций, который построит в Азербайджане компания «Маздар» из Объединенных Арабских Эмиратов. В церемонии приняли участие президент Азербайджан Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер. Бакинская энергетическая неделя в 2024 году открылась особенным событием. Заложен фундамент сразу трех зеленых электростанций, которые открывают новую эру в Азербайджанской энергетике. Их построит в Азербайджане компания «Маздар» из Объединенных Арабских Эмиратов. В церемонии приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и министр промышленности и передовых технологий ОАЭ Султан Ахмед Аль Джабер. Это событие откликается на смену энергопредпочтений как среди потребителей, так и поставщиков. Азербайджан, страна, которая известна как экспортер нефти и газа, берет ориентир на зеленую энергетику. Заключаются договоры с крупными международными компаниями, специализирующимися на экологически чистой энергии. Из таких стран, как Китай, Италия, Германия, а также стран арабского мира. Соответствующие договоры с Маздар оговаривают строительство двух солнечных электростанций. В Белесуваре мощностью 445 мегаватт и не в Челе мощностью 315 мегаватт. И еще один стратегический для отрасли объект – ветроэлектростанция в Городаре на обшироне мощностью 240 мегаватт. По данным Министерства энергетики, суммарный объем инвестиций в эти проекты оценивается в 1 миллиард долларов. Энергетическая неделя объединяет в себя три мероприятия. Это международная выставка «Оил and Gas», международная выставка «Энергетика и зеленая энергия» и, естественно, 29-й Бакинский энергетический форум. Я бы сказал, что данное мероприятие «Энергетическая неделя» надо ожидать, во-первых, подписания новых контрактов. Именно с точки зрения развития зеленой энергетики. Я бы особенно уделил внимание именно этому, потому что в первую очередь сейчас идет у нас огромная работа именно по расширению возможностей Азербайджана и привлечению инвестиций именно с точки зрения развития зеленой энергетики. По традиции, Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики – нефть, газ, переработку, экспорт и, конечно, зеленую энергетику. Выступая на открытии, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что впервые выставка «Нефть и газ Каспия» была проведена в 1994 году и с тех пор играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергосектор страны. За счет этого Азербайджан завоевал репутацию надежного поставщика энергоресурсов в европейские страны. Я думаю, что там тоже будут определенные продвижения, потому что, честно говоря, в этом году количество участников даже больше, чем в предыдущие годы, и я думаю, что в этом плане тоже. Но все-таки я бы сделал упор на то, что именно в связи с нарастающей актуальностью именно возобновляемых источников энергии, я думаю, что больше упор будет сделан именно с точки зрения привлечения инвестиций, обсуждения именно возможности развития энергетического потенциала именно с точки зрения возобновляемой энергии. 30 лет назад в Баку был подписан контракт века между 13 крупными компаниями, специализирующимися на добыче нефти, представляющими 8 государств. То был крупномасштабный международный контракт о совместной разработке трех нефтяных месторождений. Ввиду своей высокой значимости договор получил название «Контракт века» и дал старт новой экономической эпохе страны. В 2024 году энергетическая политика мира неуклонно меняется, а Азербайджан адаптируется под новые требования и уверенно принимает новые вызовы. Свидетельство тому – проведение КОБ-29 в Баку. Тем самым Азербайджан начинает для себя новую эпоху экономики. Микаил Таутиев, CBC. Как было отмечено ранее, на открытии Бакинской энергетической недели выступил президент Азербайджана Ильхам Алиев, но подробнее в следующем материале. Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики – нефть, газ, переработку, экспорт и, конечно, зеленую энергетику, подчеркнул президент Азербайджана Ильхам Алиев. По словам главы государства, впервые выставка «Нефть и газ Каспия» была проведена в 1994 году и с тех пор играет очень важную роль в привлечении прямых иностранных инвестиций в энергетический сектор Азербайджана. Так сегодня Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа. То есть, пояснил президент страны, шесть из восьми стран, которые сегодня импортируют азербайджанский газ, являются европейскими. «География наших поставок будет и дальше расширяться. Мы ведем активные переговоры с рядом стран, которые также нуждаются в азербайджанском газе, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность». Проект «Шах Денис» позволил устранить дефицит газа в Азербайджане. Учитывая факт увеличения экспорта газа из страны, в этом году поставка азербайджанского газа превосит 24 миллиарда кубометров, заявил президент. Таким образом, Азербайджан уже зарекомендовал себя как надежный партнер в вопросах газоснабжения. И хотя нефтегазовая промышленность в стране преобладает, современные вызовы стимулируют поиск альтернативных источников энергии. Так, к концу 2027 года Азербайджан получит 2 гигаватта возобновляемых энергоресурсов, и это лишь начало. По словам президента Альхам Алиева, освобождённые Карабахский и восточно-зангизурские регионы обладают огромным гидроэнергетическим потенциалом. «После освобождения этих территорий в ноябре 2020 года мы уже ввели в эксплуатацию гидроэлектростанции мощностью 270 мегаватт. В течение трёх-пяти лет мы доведём эту цифру до 500 мегаватт, то есть 1 гигаватт возобновляемой энергии позволит нам сэкономить 500 миллионов кубометров газа, в которых рынок нуждается и будет нуждаться». Как страна-организатор Куб-29 Азербайджан хорошо осознаёт преимущества и трудности, связанные с ответственной задачей, подчеркнул также глава государства. Сегодня страна также ощущает влияние климатических изменений. Уровень Каспийского моря с каждым годом снижается. Баку намерен сделать всевозможное, чтобы построить новые плотины и коллекторы. Кроме того, Азербайджан активно работает и с малыми островными развивающимися государствами и планирует создать специальный фонд для их поддержки. Как указал президент Ильхам Алиев, если климатические изменения являются проблемой в Азербайджане, то они представляют угрозу существованию этих островных государств. Все соглашения, подписанные за последние 30 лет, полностью реализованы, ратифицированы парламентом и приобрели силу закона. И именно поэтому можно наблюдать ещё одно бурное развитие – зелёной энергетики и производство возобновляемых энергоресурсов, добавил азербайджанский лидер. Совместный с МАЗДАР проект строительства в Азербайджане трёх электростанций поможет предотвратить около 1 миллиона тонн выбросов углерода в год. Об этом в своём аккаунте в социальной сети ИКС написал министр энергетики Азербайджана Первис Шахбазов. По его словам, был достигнут ещё один исторический успех, который является не только новшеством Азербайджана в области зелёной энергии, но и ярким показателем солидарности и приверженности энергетическому переходу во имя зелёного мира, как страны, принимающей КОП-29. Министр отметил, что новые электростанции ежегодно будут производить более 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что позволит сэкономить 496 миллионов кубометров природного газа. Тем временем между государственной нефтяной компанией Азербайджана, Сокар и турецкой компанией Буташ подписан ряд документов. В сфере поставок, транспортировки и транзита природного газа. Подписи под документами поставили министр экономики Азербайджана, председатель наблюдательного совета Сокар Микайл Джабаров и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар. Соглашение включает поставку газа Сокар в Турцию, прокачку азербайджанского газа на болгарский рынок через Турцию, сотрудничество в поставках газа в Нахчеван, а также поставки туркменского газа в Азербайджан и третьи страны. Также подписано соглашение между азербайджанской газоснабжающей компанией Буташ о продолжении поставок газа в Турцию с месторождения Шах-Дениз. По обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по первой фазе проекта Шах-Дениз-1, объемы поставок до 2030 года составят 3,5 млрд кубометров в год. Экспорт газа Шах-Дениз в братскую страну начался в 2007 году по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзюру. Альтернативный маршрут для поставок энергоресурсов из Азербайджана в Европу пройдет он через Нахчеван в Турцию, а дальше в Европу. В скором времени завершится строительство газопровода ГДР Нахчеван. Также близится к завершению проект технического задания рабочей группы по вопросам экспорта электроэнергии в Турцию и Европу через Нахчеван. Все это позволит диверсифицировать маршрут поставок зеленой энергии из Азербайджана в европейском направлении. Европа как один из основных покупателей энергоресурсов, которая непосредственно столкнулась с проблемой после российско-украинского кризиса каналом поставок, заинтересована, естественно, в более надежных поставщиках электроэнергии. Азербайджан, который зарекомендовал себя как надежного поставщика последние уже 30 лет, как раз-таки является одним из таких игроков на рынке. Это как раз-таки является как интересным в плане межнациональных отношений с Турцией, так и для окончательных потребителей, в частности, Европейского Союза. Открытие Бакинской энергетической недели в этом году имело особое значение. Церемония сопровождалась закладкой фундамента трех зеленых электростанций. Их общая мощность составит 1000 мегаватт по солнечной электростанции в Белесуварии и не в Челе, и одной ветряной в Городаге. Примечательно, что в этом году исполняется 30 лет с подписания контракта века, который лег в основу нынешнего экономического развития Азербайджана. И надо ожидать, что эти новые проекты на этот раз в зеленой энергетике положат начало новому периоду в экономической истории страны. Это отвечает устремленности страны в достижении цели по энергопереходу, что подтверждает и скорое проведение в Баку КОП-29. Как президент отметил в своем выступлении, Азербайджан стремится к концу 27-го года вывести генерацию зеленой энергетики до 2 гигаватт. Поэтому это довольно существенный объем. И, конечно же, вместе с этим уже начался процесс определенной адаптации для того, чтобы система была готова к такому объему. Еще очень важно отметить, что наращивание объемов зеленой энергетики будет высвобождать определенные объемы газа, которые могут быть направлены на экспорт. Для укрепления позиций Азербайджана в вопросах энергоснабжения новыми источниками и коридорами важен зеленый водород. Этот ресурс поможет снизить выбросы углекислого газа на 40% к 2050 году. Благодаря зеленому энергетическому коридору Каспии, Черное море, Европа, Азербайджан также станет надежным поставщиком зеленого водорода для ЕС. Даже среди инвесторов пока еще, как вы сами тоже упомянули, нет еще очень сильного интереса повсеместного. Есть, конечно же, целевые инвесторы, но в целом пока еще из-за определенных вызовов, о которых я уже сказал, пока еще сектор набирает силу. И я думаю, что те наработки, которые будут иметь место в рамках Бакинской энергетической недели, они тоже будут способствовать дальнейшему развитию. Бакинский энергетический форум является важной платформой для обсуждения вызовов в области традиционных и возобновляемых энергоресурсов. Об этом в интервью CBC заявила генеральный секретарь мирового энергетического агентства Анджела Уилкинса. Уже без малого три десятилетия в столице Азербайджана представители авторитетных компаний и международных организаций обсуждают наиболее актуальные направления развития нефтегазовой отрасли, технологические новшества, инновации. Сейчас мир уделяет все больше внимания наращиванию использования возобновляемых источников энергии и в целом энергетическому переходу. «Я впервые участвую в работе Бакинского энергетического форума 29-го мероприятия, которое проводится здесь, в Баку. Это очень важный форум с точки зрения региональных энергетических интересов. Я здесь с утра, я слушала речь президента Эльхама Алиева и поняла, что его месседжи очень сильно перекликаются с нашей программой гуманизации энергетики. Так что очень приятно приехать на региональный энергофорум и увидеть здесь людей, говорящих о ценности энергии не только с финансовой точки зрения». Глава международной организации привлекла внимание к необходимости обеспечения процесса сбалансированного энергетического перехода в разных регионах. Это важно, поскольку страны мира в процессе декарбонизации сходят из разных отправных точек и имеют несопоставимые возможности, в том числе и финансовые. Мировой энергетический переход, вероятно, является одной из часто используемых, неправильно понимаемых и политически поляризующих фраз в 21 веке. Необходимо смотреть немного глубже. Это означает, что мы все больше стремимся к возобновляемым источникам энергии и избегаем использования ископаемого топлива. Но сделать все за один раз невозможно. И мы должны понимать, что начинаем этот процесс в разных регионах и темпы перехода в них различаются. Некоторые страны, некоторые экономики переходят к современному доступу к энергии, другие уходят от ископаемого топлива. И когда мы приходим в этот регион, Азербайджан, мы видим, что оба варианта перехода происходят одновременно. Здесь налицо развитие множества национальных энергетических ресурсов для энергобезопасности и экспорта. Также развиваются возобновляемые источники энергии. Мы можем быть уверены в этом регионе с точки зрения экологически чистого будущего для всех. Тем временем Бакинская энергетическая неделя продолжает свою работу. Она привлекла около 300 компаний из 37 стран мира, что делает мероприятие значимой площадкой для обмена опытом и установления деловых контактов в различных секторах энергетики. Около 300 компаний из 37 стран подтвердили своё участие в Бакинской энергетической неделе. Помимо Азербайджана, в мероприятии принимают участие представители США, Германии, Австралии, Австрии, Белоруссии, Бельгии и многих других стран. Так, Бакинская энергетическая неделя объединяет три престижных мероприятия. Это 29-я Каспийская нефтегазовая выставка «Caspian Oil and Gas», 12-я Каспийская международная выставка энергетики и зелёной энергетики «Caspian Power» и 29-й Бакинский энергетический форум. Масштабное мероприятие привлекло внимание и непрофильных компаний. У нас свои клиенты и у нас хорошие отношения. Мы участвуем, очень близко участвуем на всех перевозках Карабаха, делаем перевозку в Карабах. Мы участвовали на перевозке «Физули Аэропорт», «Лахчин Аэропорт», «Зянгилан Аэропорт». Большинство компаний – иностранные участники, проявляющие большой интерес к зелёной энергетике Азербайджана. 40% выставочной площади принадлежит известным компаниям, постоянным участникам выставок. В то же время участие в Бакинской энергетической неделе позволяет непрофильным компаниям расширить свои горизонты и рассмотреть возможность диверсификации бизнеса. На рынке мы с 1992 года, то есть уже более 30 лет, занимаемся решениями IT на железнодорожном транспорте для логистических компаний. То есть мы предоставляем дислокацию, где находится вагон или контейнер на железной дороге по достаточно большому количеству территорий. Бакинская энергетическая неделя предоставляет уникальную платформу для нетворкинга, где можно встретить ключевых игроков рынка, обменяться опытом и наладить деловые контакты. Это полезно для компаний любого профиля, так как позволяет найти потенциальных партнёров и клиентов, а также лучше понять потребности и тенденции рынка. Азербайджан и Германия тесно сотрудничают в области энергетического перехода и защиты климата. Данные шаги предпринимаются в преддверии мероприятия КОП-29 и будут продолжаться в будущем, сообщил посол Германии в Азербайджане Ральф Харлеман в соцсети X. Как отметил посол, павильон Германии на 29-й международной выставке «Нефтегаз» Каспия посетил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Ну что ж, это были актуальные новости экономики к этому часу. Спасибо большое, Медина. Ну а мы продолжаем. США подтвердили своё намерение и дальше укреплять сотрудничество с Азербайджаном. Об этом, по мнению экспертов, свидетельствует второе за неделю обращение президента Джо Байдена, направленное в Баку. Глава Белого дома высоко оценил вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Европы. Азербайджан остаётся важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы. Об этом говорится в обращении президента США Джо Байдена к участникам стартовавшей сегодня Бакинской энергетической недели. Американский лидер выразил уверенность в том, что экспорт экологически чистой энергии в Азербайджане в будущем превысит экспорт нефти и газа. В экспертном сообществе обращение главы Белого дома назвали символичным. Администрация США подтвердила своё намерение и дальше укреплять сотрудничество с Азербайджаном. Президент США Джо Байден во второй раз за неделю обращается к Азербайджану. Это ответ тем силам, которые с пеной и урта отвердили об ухудшении отношений между Баку и Вашингтоном. Их попытки представить сотрудничество двух стран в негативном свете потерпели полное фиаско. Американский лидер озвучил важные месседжи как в письме по случаю Дня независимости Азербайджана, так и в обращении к участникам форума в Баку. Это также свидетельствует о значимости Бакинской энергетической недели. Не случайно в ней принимают участие более 300 представителей из 37 стран. На самом деле, руководство США крайне редко направляет подобные письма участникам экономических мероприятий. То, что в рамках Бакинской энергетической недели прозвучало обращение Байдена, говорит о многом. Это также свидетельствует о важной роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Запада. В своем обращении Джо Байден подчеркнул, что Каспийский газ помогает Европе диверсифицировать свои источники энергии и ускорить переход от использования угля. Президент США признался, он воодушевлен повышенным вниманием и приверженностью Баку к экологически чистой энергетике и борьбе с выбросами метана. О уникальной возможности для продвижения глобальных инициатив Байден назвал КОП-29 – климатический саммит, запланированный на ноябрь этого года в Баку. Заявление американского лидера уже вызвало возмущение проармянских конгрессменов, которые мечтают об отмене масштабного мероприятия в Азербайджане. Стоит обратить особое внимание на то, как президент США поддерживает проведение в Азербайджане КОП-29. Письма от Байдена говорят о том, что Вашингтон признает растущий авторитет Баку, как в регионе, так и в целом на глобальной арене. Позиция США по нормализации армян-азербайджанских отношений также радует. Байден ясно дал понять – Азербайджан – лидирующая страна в регионе, и урегулирование всех разноклассий с Арменией еще больше усилит республику. Конечно, эти слова вызывают серьезное раздражение сил, ведущих антиазербайджанскую пропаганду. Это же удар по их политике на гнетание ситуации. Особенно не рады проармянские конгрессмены в США. Они постоянно обращаются в Белый дом с просьбой выступить против проведения КОП-29 в Азербайджане. Но на этом фоне Байден один за другим отправляет поздравительные письма в Баку. Коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе, по словам Джо Байдена, мирное соглашение между Баку и Ереваном. Документ преобразит весь Южный Кавказ, убежден президент США. Он назвал региональную стабильность одним из приоритетов для Вашингтона. Белый дом готов поддержать Азербайджан и Армению в этом деле. Объединенные Арабские Эмираты оказали агентству Азербайджана по разминированию помощь в размере 5 миллионов долларов. Об этом говорилось во время телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов Джейхун Байрамова и Абдулы Бензаеда Аль Нахаяна. Джейхун Байрамов выразил Абудабе благодарность за оказанную помощь в борьбе с минной угрозой на освобожденных территориях. Министр отметил, что это является показателем солидарности Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов. В Азербайджане назначен новый командующий силами специального назначения. Им стал генерал-майор Акиф Первердиев. Соответствующий приказ подписал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов. До этого назначения Первердиев был заместителем по материально-техническому обеспечению сил спецназа. Прежний командующий силами специального назначения генерал-лейтенант Хикмят Мирзоев некоторое время назад был назначен заместителем министра обороны командующим сухопутными войсками. В соответствии с планом подготовки на текущий год состоялась церемония выпуска очередного начального курса команды. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. Выступившие на церемонии передали выпускникам поздравления руководства Министерства обороны и пожелали им успехов в дальнейшей службе. На начальном курсе команды, спроводимом в целях подготовки профессиональных кадров для азербайджанской армии и дальнейшего повышения боеспособности подразделений, все занятия проводятся с учетом современных методов ведения боя. Была особо подчеркнута значимость подобных курсов в повышении профессионального уровня военнослужащих Азербайджанской армии. Символический ключ города Казани, который был молодежной столицей Организации исламского сотрудничества, передан городу Шуша, молодежной столице ОИС в 2024 году. На церемонии вручения символического ключа был представлен логотип, посвященный Шуше, ставшей в этом году молодежной столицей организации. Затем гостям была представлена концертная программа «Жемчужина Карабаха», Шуша была объявлена молодежной столицей Организации исламского сотрудничества. На 2024 год в октябре 2023 года на 11 заседании Исполнительного совета форума молодежи ОИС. Мониторинговая миссия Евросоюза занимается в Армении сбором разведданных против соседних стран под прикрытием мониторинга. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. По его словам, многие риски можно было бы купировать, если в 2022 году Армения согласилась бы на предложение реализовать по линии Организации договора о коллективной безопасности комплекс мер по стабилизации обстановки на границе. К сожалению, армянское руководство предпочло пригласить миссию Евросоюза, который нисколько не защищает рубежи государства, а занимается сбором разведданных против соседних стран под прикрытием мониторинга, сказал он. Так называемая гражданская миссия ЕС разместилась в Армении 20 февраля 2023 года в рамках общей политики безопасности и обороны. В состав миссии якобы вошли 38 человек, но каким-то чудесным образом эти 38 человек разрослись до сотни. Цель заявленной миссии – способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на местах и обеспечивать условия, способствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемой ЕС. Армянский архиепископ Баграт Галстанян провел прощальный митинг в Ереване. Финальная демонстрация горя священника, решившего свернуть деятельность в столице и вернуться в приграничную зону, прошла у офиса омбудсмена Армении. В этот раз священника согласились пустить в здание, но с условием, выдвинутым для него, это условие, выдвинутые для него, его не устроило. Чемодан, вокзал, граница. Армянский архиепископ Баграт Галстанян, не добившись желаемого в Ереване, решил вернуться туда, откуда начинал свой крестный ход – приграничную зону. Протестное движение горя священника перекочевывает теперь в Зангизур, но перед позорным возвращением он решил устроить финальную демонстрацию у офиса омбудсмена Армении. Уполномоченный по правам человека Анаит Манасян заявил о готовности принять Баграта Галстаняна, но лишь при условии проведения встречи в закрытом для СМИ режиме. Такое предложение архиепископа Бундаря не устроило. Переговоры без камер новая звезда политического небосклона Армении считает недопустимыми. Почему амбудсмен Армении не осуждает действия полиции? Почему не было заявлений, когда 30-40 полицейских избивали и пытали депутата Ашота Симоняна? Почему полицейские пытались помешать католикозу всех армян посетить городскую площадь в День независимости страны? Отсутствие ответов будет означать, что они служат пропаганде лжеца, сидящего во главе власти. Бесконечной претензией у армянской оппозиции во главе с разъярённым священником имеется и к Министерству иностранных дел страны. Помимо так называемых территориальных уступок Азербайджану, внешнеполитическое ведомство обвиняют также в растрате госбюджета. В этот раз выслушивать обвинения пришлось главе МИД Армении Арарату Мирзаяну. Депутат Армен Рустамян заподозрил его в работе на Азербайджан. Что вы обещали и что в итоге действительно было сделано? Выполнено требования Азербайджана, например, относительно демаркации и делимитации границы. Азербайджан чего-то требует, вы это обосновываете и начинаете реализовывать, в том числе и по части вопроса внесения изменений в Конституцию. Арарат Мирзаян считает подобное мышление разрушительным для Армении. Глава МИД страны призвал недовольного парламентария не вводить общественность в заблуждение. Именно подобное мышление и стало причиной катастроф последних лет. Именно это мышление прививали нам десятилетиями изнутри и снаружи. Именно это мышление довело нас до того, что мы стоим у разбитого корыта. Что касается конституционных поправок, то они не являются частью повестки армяно-азербайджанских переговоров. Комментируя претензии к процессу делимитации армяно-азербайджанской границы, Арарат Мирзаян подчеркнул, что работы ведутся на основании документов, имеющих незыблемую правовую основу. По его словам, Армения оказалась в ловушке, которая на протяжении десятилетий готовила оппозиция. Он обвинил оппозиционеров в обслуживании интересов, цитата, некоторых империй. Архиепископ Галстанян тотчас же попытался оправдаться, отвергнув утверждение о том, что за ним стоят бывшие власти Армении и Россия. Сейчас мы обратились в суд и снимем всех тех, кто прописал нас к агентам. Должна быть ответственность за все сделанное и сказанное. Они говорят, что наше движение затухает. А почему их это беспокоит? Какое им дело? Затухает? Ну и пусть затухает. Им-то что? Мне говорят, ты агент. У меня возникает вопрос. А почему в этом случае я свободно гуляю по городу? Неужели в стране нет института, который бы мной занялся? Интересно, что в армянской оппозиции Галстаняна поддерживают далеко не все. Так, партия, просвещенная Армении, требует от архиепископа гарантий того, что в результате его бурной политической деятельности к власти в стране не вернутся экс-президенты Кочарян и Саргсян. Галстанян от связи с бывшими руководителями Армении всячески открещивается. Правда, признается, что встречался с Сержем Саргсяном, а вот с остальными, цитата, не было повода. Бельгия призвала правительство стран-членов ЕС лишить Венгрию права голоса в Евросоюзе. Причина подобного решения Брюсселя – это позиция Будапешта по Украине. Стран ЕС к предложению Бельгии присоединилась только Австрия. Евросоюзу стоит задуматься о лишении Венгрии права вета из-за позиции по Украине. С подобным заявлением выступила глава Министерства иностранных дел Бельгии Аджа Лебиб. Она намерена применить к Венгрии процедуру выражения недоверия по статье 7 договора о Европейском Союзе. Данная статья предполагает возможность приостановления отдельных прав страны, в том числе права голоса. По словам министра, так нужно поступить из-за позиции по Украине, которую Будапешт отказывается менять. У нас есть Европа, которая тяжело продвигается вперёд. И, к сожалению, некоторые государства всё ещё чаще принимают позицию блокирования и вета. Я думаю, что мы должны иметь смелость принимать решения – идти до конца руководствуясь статьей 7, либо полностью активировать статью 7, что предполагает прекращение права вета. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиарта на слова своей бельгийской коллеги отреагировал довольно резко. Дипломат подчеркнул, что Будаперт – всегда замерное существование, а Бельгия просто хочет добиться того, чтобы в Европе вообще перестал звучать голос мира. «Министр иностранных дел Бельгии хочет заставить замолчать сторонников мира в Венгрии. Министр пытается инициировать не что иное, как исключение Венгрии из процессов принятия решений в Европейском Союзе. Делается это для того, чтобы Венгрия не могла выступать за мир и против сегодняшнего военного безумия в Европе». В июле начнётся председательство Венгрии в ЕС. Это в значительной степени расширит полномочия Будапешта в определении повестки дня и приоритета в Евросоюзе. Позиция Венгрии по Украине уже давно не устраивает руководство некоторых членов Евросоюза. После начала войны между Россией и Украиной Будапешт неоднократно отказывался от помощи Киеву, либо замедлял этот процесс. Как сообщают СМИ, в настоящее время ВЕС работают над тем, чтобы незамедлительно начать переговору по вступлению Киева в объединение до 1 июля, поскольку затем запустить процесс будет значительно сложнее. Из стран Евросоюза пока что предложение Бельгии поддержала только Австрия. Как отмечается в Министерстве иностранных дел страны, лишение Венгрии права голоса особенно правильны в преддверии председательства Будапешта в Совете Евросоюза. На парламентских выборах в Индии одержала победу индуистская националистическая партия премьер-министра страны на аренде моде. После обработки 75% избирательных бюллетеней результат правящей партии составил около 38%. Таким образом, 73-летний Моди, возглавляющий правительство Индии уже как 10 лет, вероятно, будет занимать пост премьера в течение третьего пятилетнего срока. Вместе с тем, в сравнении с результатами выборов 2019 года партия Моди понесла значительные потери, а коалиция Национальный демократический альянс, в которую она входит, не достигла своей цели получить 400 мест в парламенте. Оппозиционный альянс Индия, наоборот, улучшил результаты и будет иметь не менее 230 мест. Выборы в Индии считаются самым масштабным голосованием в мире. В них приняли участие 642 миллиона из 968 миллионов зарегистрированных избирателей. В течение шести недель были открыты более миллиона избирательных участков. Голосование проходило в семь этапов. Соединенные Штаты разрешили вооруженным силам Украины наносить точечные удары по объектам на территории России. Об этом заявил советник президента США Джон Кирби. Со слов Кирби, здравый смысл требует позволить украинцам использовать полученное от США оружие в случае, если в СССР знают, что прямо через границу находится российское подразделение. Советник президента США утверждает, что речь о точечных ударах в ограниченных масштабах. При этом представитель Белого дома также утверждает, что запрет Вашингтона на использование украинскими военными дальнобойных ракет остался в силе. Президент России Владимир Путин может дать военный ответ на решение французского лидера Эммануэля Макрона направить инструкторов в Украину. Такое мнение выразил колумнист газеты Вашингтон-Пост Ли Хокстагер. Что если Путин распознает блеф Макрона, задался вопросом журналист. Тогда, по его словам, российский лидер может нанести удар по французским военам в Украине, тем самым унизить Макрона, который сейчас является одним из самых ярых противников России среди западных лидеров. Он подчеркнул, что своим решением французский президент поставил под угрозу не только собственную страну, но и весь Запад. Французы совершенно не готовы встречать гробы с погибшими военными. Журналист добавил, что союзники Франции по НАТО вряд ли решатся на прямое столкновение с Москвой даже в случае гибели инструкторов. Ранее французские СМИ сообщили, что Париж прорабатывает вопрос отправки военных инструкторов в Украину. Позже появились данные, что французы уже прибыли в Одессу и Львов. Группа «Обратная сторона медали», объединившая 80 французских благотворительных организаций, на почве критики предстоящих летних Олимпийских игр в Париже, обвинила организаторов Олимпиады и правительства Эммануэля Макрона в проведении социальных зачисток в столице. В опубликованном накануне докладе указывается на действия полиции в отношении тысяч бездомных иммигрантов в Париже. По словам его авторов, с начала 2024 года во французской столице были проведены уже 26 спецопераций по зачистке лагерей беженцев. Всего за последние 12 месяцев, по данным группы, за пределы Парижа отправлены порядка 12,5 тысяч человек, как нелегалов, находящихся под наблюдением властей, так и мигрантов, имеющих право на пребывание во Франции, но без официального места жительства. Власти города заявляют, что эти действия проводятся с целью навести порядок в городской инфраструктуре и не имеют отношения к Олимпиаде. В оргкомитете Париж 2024 заявляют, что не несут ответственности за решения властей в социальной сфере. По словам властей, людей вывозят за пределы Парижа исключительно из-за того, что центры для мигрантов внутри города, насчитывающие суммарно 120 тысяч коек, переполнены. В южной части сектора Газа в результате израильского авиаудара погибли по меньшей мере трое палестинцев. По предварительным данным, еще пять человек ранены во время удара израильских ВВС по лагерю беженцев. Пострадавшие и тела погибших были доставлены в больницу Алякса. Жертвами ночных атак Израиля по территории сектора Газа стали не менее трех палестинцев. Согласно источникам СМИ, в результате обстрела ранения различной степени тяжести получили не менее пяти человек. По предварительным данным, во время налета израильский самолет уничтожили четыре жилых многоквартирных дома и частично разрушили еще два. В зал пришел мой брат. Позже мы поднялись на крышу дома. Через пять минут прибыла израильская армия. Они ворвались сюда, отобрали у нас мобильные телефоны. А спустя некоторое время мы услышали, как что-то взорвалось. Затем мы услышали, как кричат люди. И пришла весть о том, что есть погибшие. Тем временем в армии обороны Израиля беспокоены сообщениями о еще четверых погибших израильских заложниках среди удерживаемых представителями палестинско-радикальной группировки «Хамас» в секторе Газа. По словам пресс-секретаря Цахала, генерала Даниэля Хагари, смерти четверых заложников подтверждены на основе разведывательной информации, которой располагает Цахал, а также фактов, проверенных и подтвержденных экспертами Министерства здравоохранения, Министерства по делам религии и главным равенатам. «Мы выражаем наши соболезнования семьям заложников. Они были убиты несколько месяцев назад, а их цела удерживались в «Хамас». Мы тщательно изучаем обстоятельства их смерти. Вскоре мы предоставим выводы сначала их семьям, а затем общественности. Израильская армия поддерживает каждую сделку и гарантирует безопасность граждан Израиля и всех решений израильского правительства». В поисках выхода из сложившейся ситуации лидеры стран «Большой семерки» полностью поддержали сделку президента США Джо Байдена по регулированию конфликта в секторе газа. Об этом говорится в их совместном заявлении. В заявлении отмечается, что сделка приведет к немедленному прекращению огня в газе, освобождению всех заложников, а также к значительному и устойчивому росту гуманитарной помощи для распространения по всей территории анклава. Лидеры стран-членов призвали Хамас принять предложение президента США и обратились к странам, которые могут посодействовать в этом. «Мы полностью одобряем и будем поддерживать соглашение, с предложением которого выступил президент Байден и которое направлено на прекращение огня в секторе газа, немедленное освобождение заложников и оказание гуманитарной помощи населению газа, вплоть до окончательного регулирования кризиса. Мы призываем Хамас принять это соглашение, которое Израиль готов выполнять». Ранее американский президент Джо Байден объявил о плане для перемирия в секторе газа из трех этапов, которые Израиль предложил Хамас и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий. Глава Белого дома считает, что Израиль существенно подорвал военный потенциал террористической группировки Хамас, и она уже не представляет значительной угрозы для еврейского государства. Эльнур Гаджиев, Сибиси. Бессрочная война Израиля в секторе газа не приведет к желаемому результату израильским правительствам. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. По его словам, продолжение военных действий обострит проблемы Израиля с безопасностью, в том числе перед лицом враждебно настроенного Ирана. «Даже окончательная победа Израиля над радикальным движением Хамас не сделает еврейское государство более безопасным», заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. «Вот уже восьмой месяц Израиль ведет масштабную военную операцию против палестинской радикальной группировки Хамас на территории сектора газа. В Вашингтоне уверены, что военное противостояние в регионе не только не решит проблемы Тель-Авива, а наоборот обострит вызовы, с которыми придется столкнуться израильскому государству на севере, на западном берегу Иордана». «Я думаю, что бесконечный конфликт в секторе газа в погоне за какой-то идеей полной победой не сделает Израиль безопаснее. Мы согласны с Израилем в том, что Хамас не может управлять газой, но бесконечный конфликт без политического плана приведет к тому, что Израиль увязнет в газе. Это усугубит проблемы безопасности государством, с которыми они сталкиваются на западном берегу. Это усугубит проблемы безопасности, с которыми они сталкиваются в отношении Ирана и его доверенных лиц, которых он финансирует. Потому что это усложнит Израилю работу со своими союзниками и партнерами по соседству». При этом в администрации Соединенных Штатов подтвердили, что израильские власти согласны с условиями сделки, предусматривающей возможность полного прекращения огня в секторе газа. Мэтью Миллер отметил, что возобновление режима прекращения огня в палестинском анклаве зависит от Хамас. Ему необходимо принять условия сделки, детали которой ранее представил президент США Джо Байден. Однако представитель Белого дома допустил, что сделка вызовет разногласия среди членов израильского правительства. «Мы в полной мере уверены в том, что это было израильское предложение. Очевидно, что это было предложение, которое они разработали в консультации с Соединенными Штатами, Катаром и Египтом, тремя странами, которые играли роль посредников в этом процессе. Но в конечном итоге это было израильское предложение. Данное предложение было представлено палестинскому радикальному движению Хамас ранее, но мы все еще не получили ответа». Представитель Госдеба подчеркнул также, что радикальное палестинское движение Хамас сегодня уже не так сильно, каким оно было до атаки 7 октября прошлого года. «США по-прежнему уверены, что Израиль должен иметь все возможности для борьбы с Хамас, но решить данный вопрос необходимо мирным путём, без введения боевых действий на территории сектора Газа», — отметил Миллер. «У Хамас явно нет тех возможностей, которые были 7 октября прошлого года, когда он совершил террористическую атаку против Израиля. Движение увидело деградацию своего руководства. Не все, но больше его часть ликвидирована. В Хамас стали свидетелями того, как большая часть личного состава была убита или взята в плен. Уничтожено большое количество военной техники. Мы не считаем, что Хамас может осуществить атаку такого же масштаба, как это было 7 октября, хотя оно всё ещё представляет угрозу». Между тем стало известно, что палестинская радикальная группировка сегодня направит делегацию в Каир для обсуждения предложенной Израилем сделки об освобождении удерживаемых радикалами заложников. Об этом сообщила газета «Time of Israel». По данным издания, на прошлой неделе в Хамас положительно оценили выступление президента США Джо Байдена о предполагаемой сделке. Однако формального ответа от движения по-прежнему не поступило. Глава Белого дома Джо Байден объявил о плане для перемирия в секторе газа из трёх этапов, который Израиль предложил Хамас, и который предусматривает освобождение всех заложников и окончательное прекращение боевых действий. Ряд западных стран выразили поддержку обнародованному Байденом плану. Американский президент также считает, что Израиль существенно подорвал военный потенциал террористической группировки Хамас, и она уже не представляет значительной угрозы для еврейского государства. Это был вечерний выпуск новостей. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!